Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале на котором всегда есть что-нибудь посмотреть по танкам. Каждый день публикую по несколько видосов и поверьте, если в игре появляется новый танк, то у меня на канале вы уже сразу можете смотреть абсолютно честный обзор на данную машину. И это касается не только новых танков, а предложений в магазинах, рулетах, контейнеров, короче говоря, всего, что в игре происходит. Поэтому, друзья мои, подписываемся на канал прямо сейчас, ставим лайки данному видео и жмем на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Элефант. Уже буквально завтра появится в игровом событии. Да, придется круто попотеть, но все-таки, ребят, потеть будем за восьмерку. Многие сразу начали говорить по поводу того, что, блин, это какая-то обычная копия Фердинанда и что больше всего меня умиляет, что это пишут люди, которые, в принципе, на нем не играли. Откуда вам знать, полная эта копия или нет? Сегодня попытаюсь часть мифов развенчать, ровно как и снять корону с головы данной ПТХи, потому что есть также те, которые говорят, что это прям имба имбовая. Ну, в чем-то я с ними согласен, но не во всем. Итак, Фердинанд. Проходная ПТХа восьмого уровня, дерево Германии. Да, действительно странная ПТшка, но мне лично в свое время очень даже понравился и я оставил ее у себя в ангаре. Что касается Элефантам. Да, безусловно, они очень сильно похожи. По большому счету, Элефант это перерисованный Фердинанд. Ну, может быть, чуть-чуть больше, может быть, немножечко изменен, но все-таки больше камо делает его внешность, отличающаяся от Фердинанда. А так, в целом, если в бою на него посмотреть, то и не отличишь, если подписано не будет, что за машина против тебя играет, ну, или в твоей команде. Стоит отметить, что разница между Элефантом и Фердинандом, ну, прям разительная. Если вы посмотрите на технические характеристики, то Элефант это такой себе круто апнутый Фердинанд. И если на Фердинанде вам нравилось играть, то данная тачка, я имею ввиду Элефанта, тоже вам однозначно зайдет. 3415 единиц ДПМа. Ребят, это восьмерка, не десятка. И при этом всем обратите внимание на ДПМ у Фердинанда, 2731. Что касается пробития, то же самое значение, по большому счету, разницы вы не прочувствуете. Да, кто-то скажет, у него альфа маленькая, 350, но 460 единиц альфы у Фердинанда вылетают каждые 10 с копейками секунд, а здесь, ребят, 6 секунд перезарядка. Получается, практически в 2 раза чаще вы стреляете, и лично мне это гораздо больше нравится. Особенно мне нравится то, что при этом всем точности сведение удачного орудия не отличается от Фердинанда. То есть оно комфортное, приятное и, я бы сказал, вполне себе играбельное. Что касается УВНов, да, по УВНам Фердинанд типа лучше, 8 градусов против 7. Я поиграл на Фердинанде, поиграл на Элефанте, и скажу вам откровенно, я разницы не прочувствовал абсолютно никакой. То есть, что там мне достаточно угла склонения, что в Элефанте. Скорость машины тоже лучше. 35 вперед против 30 у Фердинанда и целых 14 назад против 10 у проходной версии. Короче говоря, по практически всем техническим характеристикам Элефант куда круче, чем обычная проходная версия немецкой ПТшки. Так что говорить по поводу того, что Элефант это полная копия Фердинанда, просто приукрашенная как-то внешне, это абсолютно несправедливо по отношению к данной ПТхе. Если мы посмотрим на технические характеристики по орудию, находясь непосредственно в самой игре, то обратим внимание, что 350 единиц Альфы, 248 пробития, которых действительно достаточно на 8 уровне против тяжей абсолютно спокойно, да и порой против девяток тоже нормально играется. Время перезарядки, как я уже говорил, чуть более 6 секунд, и это классно, комфортно и приятно. Время сведения разброс заценивать будем непосредственно в бою. Короче говоря, по техническим характеристикам этой таблицы, технические характеристики в таблице, которую я вам показывал, не сильно отличаются. Там просто сохраняется процентное соотношение разницы. То есть, если посмотреть на характеристики по Фердинанду, то увидим приблизительно ту же самую процентную разницу, что и по Элефанту. Ну что, ребят, поговорить поговорили. Я думаю, теперь надо брать этого нового слона и заезжать на нем в бой. Итак, ребята, давайте будем начинать заценивать и, как обычно, все беспрекрасно. Что касается подвижности, безусловно, лучше, чем у Фердинанда, и сравнивать данные две ПТ-шки по данному показателю, я считаю, даже не стоит. Потому что бодрость движения вперед, бодрость движения назад, ну, действительно, на достаточно хорошем уровне, и цепляться здесь особо не к чему. Назад, кстати, тоже вполне спокойно откатываешься, и после того, как я поиграл на Фердинанде, разница ощутима прям совсем-совсем, как небо и земля. Что касается других технических характеристик, тоже все довольно-таки неплохо. На достойном уровне время сведения, пускай не самое идеальное, но приемлемое. Что касается скорострельности, то удивляет, особенно после того, как поиграл на Фердинанде. Ну, а что касается точности, то точность тоже присутствует. Но, ребят, стоит отметить, что здесь есть довольно-таки большая ложка дегтя, ну, я бы не сказал, в сильно большом количестве меда. Дело в том, что очень удручает время полета снаряда. И да, этот показатель вы у себя, пожертвовав сведением, можете улучшить. То есть, сделать себе скорость полета снаряда получше, но придется чем-то и жертвовать. Я лично пока решил поиграть вот в таком формате, не улучшая скорость полета снаряда, а просто попытавшись привыкнуть к этой скорости. Ну, и, соответственно, понимать, какое приблизительно упреждение для выстрела необходимо давать. Лично для меня Elephant не показался абсолютно имбой, поэтому с этим термином я бы не горячился. Ну, по одной простой причине, потому что имбовать здесь действительно нечем. То есть, имба это что-то такое, кардинально отличающееся, в первую очередь, по техническим характеристикам, или, по крайней мере, по своим потенциальным возможностям от других танков, либо ПТ, в нашем случае, на своем уровне. А Elephant таковым не является. Он просто немножечко апнутый, он просто немножечко улучшенный. То есть, по большому счету, мое мнение, Elephant это тот же самый Фердинанд, которому упразднили его существенные недостатки. Насколько круче он после этого становится, это вопрос уже, мне кажется, третий. То, что лучше становится, это факт, но, как я уже сказал, имбовать после этого он однозначно не начинает. Он просто начинает нормально играться. Вот так как Фердинанд должен был играться изначально, то есть, если бы над ним не издевались и не делали из него унылая корыта, которая многих раздражает, ну и, соответственно, не дает возможности ощутить всю прелесть игры на немецких ПТшках. Что касается наших результатов. Ну, в данном бою прям совсем все как-то быстро произошло. Не считаю, что данный бой является показательным. Поэтому, вижу смысл зайти еще в одну катку, для того, чтобы все-таки проверить Elephant на прочность в прямом и переносном смысле. Всего лишь 985 единиц урона, один уничтоженный соперник. Что касается нашего результата по фарму серебра, то я не думаю, что здесь будет какая-то заоблачная сумма. 30 700. Ну, такое себе. Ну что, ребят, берем машину и поехали. Может, какой-то получше замес получится. Так, ребят, вторая катка. Тяжи решили город не пробивать. Ну, ладно, окей, хорошо, поехали. Будем пытаться помочь нашим на горе. Что с этого получится? Сейчас посмотрим. Лучше бы мы, честно говоря, в город, по-моему, поехали. Ну, ладно, как есть, так и есть. Забегая наперед, хочу сказать следующее. По броне. Действительно играется в большинстве своем как Фердинанд. Где-то местами даже лучше. Несколько раз был удивлен, когда меня в корму не пробивали. Причем, ребят, били меня не фугасом. То есть, где-то как-то какая-то броня здесь действительно присутствует. Стоит ли как вкопанному стоять на месте? Безусловно, нет. Потому что вас в таком случае однозначно будут разбирать. Ваша ПТ-ха не такая уж и маленькая по размерам. Ну, соответственно, ее будут вполне спокойно выцеливать. Ну, и будут, как вы видите, абсолютно спокойно пробивать. Причем, обратите внимание, я даже сейчас... А, вот, под орудие прилетело. Ну, в общем, брони здесь не то чтобы прям много, но периодически где-то что-то как-то на удивление танкует. Так, отходим немножко назад. Попытаемся здесь постоять, повыцеливать. Да, давай, давай, не бойся. Все будет нормально. Повезло тебе, повезло. Очень круто повезло. Так, наших потихоньку сливают. Уже хорошо, он перезарядился. Так, а что я не полечил товарища? Не обратил внимания, что меня коснули. Так, ну вот. Т-49, давай. Да, что-то, короче, идея с этой горкой была не очень, мне кажется. Прям совсем очень, не очень. Было бы лучше, если бы мы поехали в город, мне кажется. Ну, сдаваться не будем в любом случае. Мы-то, в принципе, в бой зашли для того, чтобы сделать все для победы. Понимаю, что шансы крайне-крайне призрачные, но никогда не сдаюсь, чего и вам не рекомендую. Боритесь до последнего, даже если понимаете всю сложность вашей игровой ситуации. Ну, ровно, в принципе, как и в жизни. Ну что, третий бой. А что делать? Бросать-то не будем. То, что проиграли, это не факт того, что у нас конкретно ничего не получилось. В целом, мне кажется, вся команда проиграла. И команда соперников действительно показала себя довольно неплохо. И несмотря на то, что мы всей толпой ринулись на одно направление, к сожалению, нам это не помогло держать победу. Тысяча единиц урона. Маловато. Маловато будет. Хотелось бы, конечно, побольше. Ну, давайте попробуем. Третья катка. Так, третий бой. Надеюсь, здесь-то уже хоть что-то получится нормально сделать. Потому что первая катка классная, скоропостижная победа, которая прилетела прям совсем неожиданно. И я просто физически не успел вообще ничего сделать. За меня это все сделала команда. Во втором бою практически все то же самое, только обратная сторона медали. Команда соперникова держала победу. Я там что-то пытался, но особо тоже ничего не вышло. Ну и что касается третьего боя, тут получается уже 50 на 50. Одно из двух. Либо победа, либо поражение. Ну а что касается результатов, безусловно, попытаюсь сделать максимум для того, чтобы показать ПТ-ху такой, какая она есть. Но в целом и предыдущие два боя тоже являются в чем-то показательными. Действительно, на Фердинанде ты не всегда успеваешь к месту событий. Это факт. Что касается его возможностей по настрелу, то настрел классный, если вы находитесь на близких расстояниях, либо на средних расстояниях. Потому что на дальних расстояниях накидывать урон гораздо сложнее по причине долгого полета снаряда. Соответственно, не сильной крутости в отношении точности. Но, как вы видите, в целом бьет в центр прицела. В большинстве своем, просто на дальних расстояниях соперник успевает немножко дернуться и за время полета снаряда, соответственно, уйти от того урона, который ты потенциально в него отправляешь. Ну, то есть вопрос не в точности орудия, а вопрос в том, насколько быстро снаряд настигает соперника. Ну и, соответственно, на это необходимо делать определенную скидку или, как правильно назвать, определенный зазор. Тогда, в целом, на данной машине можно неплохо набрасывать за бой. Ну что, попытаемся подождать товарища. Я больше, чем уверен, что он сейчас начнет выезжать вперед для того, чтобы пойти в прорыв. Ну, и это, в принципе, наш шанс. Так. Блин, зацепил меня все-таки. Я думал, что я успею скрыться вниз. Но, к сожалению, как есть, так есть. Давай. Супер гусь. Спасибо. Красавчик, молодец, умничка. Сказать особо нечего. Так. Ну, и где? Химеру не достану. Зато вот этот товарищ меня сейчас попытается ковырять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Повезло. Очень повезло. Ну, а теперь попытается... Кто-то из них сейчас меня все-таки добрать. А мне надо сделать так, чтобы у него это не получилось. Кто кого? Кто первым, кому накинет урона? Давай. Да. Надо было, братишка, тебе торопиться немножко быстрее. Тогда было бы счастье. Ну, и здесь понятное дело, что тигра сейчас пусть добирает. И очередная победа. Один фраг по количеству настреленного урона может быть и будет немножко лучше, чем в предыдущих боях. Но, в целом, показываю все, как обычно, таким, какое оно есть на самом деле. И такие бои вас тоже ожидают на Elephant. Они ожидают вас, как правило, очень быстро. У меня лично не было большого количества боев, которые длились прям какое-то долгое время. Максимальный урон, который у меня получалось делать на данной машине, был, по-моему, 2800 единиц. И это, в целом, не было для меня сложностью, потому что у меня была возможность ПТ-шить в бою. Потому что были засветы, и позиция моя позволяла. Что касается моих результатов в команде, то в данном случае третье место. И я не могу сказать, что я этому рад, но это, в любом случае, лучше, чем вообще ничего. Что касается наших соперников, то, безусловно, стоит их похвалить. Молодцы, хорошо отыграли. Ну и, соответственно, дали возможность получить удовольствие от данного боя. Что касается Elephant, подбивая итоги. Ни в коем случае не стоит сравнивать его с проходным Фердинандом. Все-таки Фердинанд это Фердинанд, а Elephant это его улучшенная копия. Это прям совсем поразительно улучшенная копия практически во всех технических характеристиках. Мне лично Elephant понравился, но назвать его имбой я ни в коем случае не могу. Если бы не призрачная возможность забрать данную машину бесплатно, я бы сказал, что интересного маловато. Потому что, по большому счету, возьми себе Фердинанда, у тебя там есть на выбор три орудия. Ну и, в целом, веселись себе в боях. Что касается фарма, то Elephant не фармер однозначно. Ну, а получить его бесплатно, я думаю, что все-таки стоит попытаться. Вот такой вот он новый слон в нашей игре, и потеть на него или не потеть, безусловно, решать вам. Мое дело, как обычно, показать все таким, какой он есть на самом деле, не агитируя вас абсолютно ни к чему. Как я уже сказал, мне Elephant понравился, а вы свое мнение пишите в комментариях. Ну, только желательно тогда, когда поиграете сначала на нем, а потом уж судите его строго. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok